Всем привет! Во-первых, хочу сразу поблагодарить всех, кто остался это слышать, кому эта тема все-таки интересна. Надеюсь, кто-нибудь еще подтянется. Сразу вопрос дал. У кого есть OpenShift? Поднимите руку. У кого есть ОКД? Разницу между ОКД и OpenShift представляете, хотя бы абстрактно? Ну, чуть-чуть расскажу. ОКД — это open-source версия OpenShift и, собственно, на сайте ОКД написано, что это открытая дистрибуция, на которой работает OpenShift. OpenShift — это RedHat-овское проприетарное решение. Это дистрибутив Kubernetes, собственно, кастомизированный. Я представляю дочку Ростелекома RTK&T. Это инхаус интегратор, созданный в 2014 году. И, собственно, мы занимаемся внутренней разработкой как для внешнего рынка решений, так и инхаус разных решений CRM-системы для обеспечения бизнеса оператора. Ну и стараемся быть более-менее современными, потому что в костях RTK&T — это уже более-менее молодые команды. Это не «Алдога» Ростелекома, а как бы более такая свежая кровь и немножко другие правила игры и ближе к тому, что мы современным IT рынком представляем. Меня Руслан Тагира зовут. Я работаю в Телекоме достаточно давно и поработал в МТС, в Комстаре. Потом работал в компании «Дартит», которая для Ростелекома писала софт. Собственно, потом Ростелеком эту компанию купил и я, собственно, вошел в состав RTK&T как руководитель проектов и, собственно, занимаюсь тем, что помогаю тащить сложные проекты, которые никто больше не хочет делать, потому что у меня довольно большой опыт одновременно и менеджмента, и технический бэкграунд. И это позволяет мне как-то делать такие вещи, организовывать работу и помогать командам развиваться. Именно когда сложная архитектура, там что-нибудь нужно в кубер затащить или там еще. Ну, собственно, о чем я сегодня расскажу кратко. Значит, мы в Ростелеке очень активно тащим решения в кубернет, в том числе избрали такой подход. Мы берем просто легоси и монолиты и просто их тащим в кубер, а потом уже команды, когда у них есть готовый пайплайн, они уже этот монолит уже внутри кубернета распиливают на микросервисы по какому-то своему плану, тех долг пишут, и у них уже есть готовый пайплайн, на который команда подсаживается, и дальше у них уже все по накатанной идет. Тем самым мы одновременно приучаем людей к и контейнеризации, и к ICD, и вот его с подходом, и помогаем эксплуатацию перестраивать. Новые сервисы, которые пишутся с нуля, мы сразу стараемся писать под Cloud Native подход и, собственно, этих принципов придерживаться, ну и диктуем эти принципы в архитектуре решений сразу. Значит, ну и поскольку мы иммиграцией и проектированием этих систем помогаем команду заниматься, мы в том числе там наловили несколько особенностей, связанных с обработкой трафика TLS, и, собственно, там про это я поговорю как раз, и в особенности про MTLS, это когда трафик использует клиентские сертификаты. В Kubernetes там не все так просто, ну то есть как бы TLS, в принципе, избитая тема, но там есть нюансы просто, про которые нужно знать. Скорее всего, те, кто хардкорно этим занимаются, они это знают и, ну, абстрактно представляют, но я на конкретных кейсах покажу, какие могут быть проблемы. Вот. О чем я не буду говорить? Я не буду говорить о том, как TLS используется внутри самого кубера или внутри самого OpenShift'а для обеспечения работы его внутренних механизмов, вот этого API, там, вот это все, поскольку внутри кубера тоже практически все используют сертификаты и вот этот TLS. Про это я не буду говорить сегодня. Значит, кейс выглядит следующим образом. Есть система, называется ESSD, но это одна из систем, да, которую мы как раз вот legacy-систему затащили в ОКД и ее начали там распиливать. Значит, это единая интернет-система сервиса дилера, это дилерский портал, который Ростелеком и его дилеры, довольно большая сеть дилеров используют для вот этого бизнес-процесса продаж, вот. И она из себя представляет несколько приложений монолитных, Java монолитов в основном, крупно две части. Это веб-интерфейс, веб-портал, в который люди ходят просто по HTTPS, там, и с ним работают. И есть еще API-сервер, в который могут интегрироваться те внешние партнеры, у которых есть свои, допустим, CRM-системы, 1S-ки. И для того, чтобы с нашими интерфейсами не работать, а встроить там свое единое окно, они просто наши API-дергают. И это все работает с Oracle, где тоже есть часть прикладной истории в пакетах. И на уровне и Oracle, и на уровне API-сервера реализована интеграция уже с другими системами в контуре Ростелекома. И, как бы, мы выставляем некую абстрактную API в сторону внешнего клиента, а сами уже на себя берем функцию того, как там в биллинг это попадает или еще куда-то. И, в общем, системе довольно много лет. Ее начали писать лет 14 назад, наверное, если не больше. Она уже несколько итераций пережила, и сейчас вот очередной поток изменений там в нее налили, и она понемножечку там развивается, распиливается на микросервисы, поскольку там продажи новых услуг появляются. Это все надо как-то развивать. Вот. Какие главные особенности? То есть, первое, вебморда работает по HTTPS обычному, а второе, блок этой системы API работает как раз с MTLS. И каждое клиентское приложение, внешнее и внутреннее Ростелекома, которое с этой системой работает, с API, оно имеет свой собственный сертификат, который выпускается прямо в интерфейсе системы, ну, то есть, менеджмент сертификатов внутри системы встроен. И по сертификату система, собственно, узнает, кто пришел, какой доступ ему нужен и так далее. То есть, он полностью заменяет и аутентификацию, и плюс еще вот этим сертификатом подписывается весь трафик. Вот. Про Телес много говорить не буду, даже вопрос не буду задавать, все знают, наверное, что это такое. Я единственный момент подсвечу. В этом протоколе есть несколько подпротоколов составляющих, и вот один из нюансов, который очень важен, это Телес-хендшейк, который используется для рукопожатия при установлении соединения, когда сессия поднимается. Там дальше в докладе составляющие этого протокола будет как раз немножко сказано. Значит, теперь про ОКД. ОКД, ну, это, по сути, кубернатис-дистрибутив, имеющий несколько таких, как бы, концептуальных вещей, которых в обычном кубере нет. В частности, там есть свой ингресс-контроллер, который является модифицированным апрокси. Есть такая сущность, которой, ну, в обычных дистрибутивах ванильного кубера, как правило, нет, это роуты. Это сущность, которая, по сути, обычный ингресс-объект заменяет. На самом деле там как бы все сложнее, и поскольку я не совсем девопс, а больше менеджер, я там не совсем понимаю, как это работает на самом деле. Но на абстрактном уровне это работает так, что ты создаешь объект типа роут, значит, и он создает внутри ингресс-контроллера уже те сущности, которые, по сути, являются конфигурационными элементами вот этого хапрокси, который же работает в контроллере внутри пода роутер-дефолт, да. Вот, значит, и ты в нескольких местах можешь управлять сетевым трафиком, который тебе в кластер заходит. Первая точка входа – это кластер-лод-балансер. Значит, ОКД и OpenShift в стандартном наборе, ну, в стандартной инсталляции диктуют тебе необходимость перед кластером вставить лод-балансер. То есть, в принципе, кубер можно поднять и без него, но вот у них как бы это рекомендованный сетап. То есть первое место – это кластер-лод-балансер, это просто хапрокси, который до входа кластер стоит. Дальше следующее хапрокси – это, собственно, вот этот ингресс-контроллер роутер. Дальше следующие объекты, где можешь управлять трафиком – это, собственно, сущность под названием сервис стандартная в кубернетусе. И дальше уже ты попадаешь, собственно, под приложение. И везде в этих местах у тебя есть возможность поработать с телес-трафиком. Что-то там на более низком уровне все примерно представляют, да, то есть SCNI, там логины, которые в SCNI есть различного рода там реализующие вот эти интерфейсы сетевые. Дальше там еще ниже OpenShift, OpenViswitch модифицированный, по сути, OpenShift SDN называется. И там еще ниже CubeProxy, Epitables и все, что на уровне операционной системы находится. И это все как-то менеджерится, да. Но на более низком уровне мы ТЛС-ом не управляем в данном случае. Мы более высокими абстракциями пользуемся. Значит, второй момент, который важен тоже про ТЛС в контексте сегодняшнего рассказа, то, что актуальной версией ТЛС сейчас является версией 1.2. То есть все остальные уже давно деприкейтят, SSL вообще давно деприкейтят. И я думаю, что ТЛС 1.2 тоже скоро, наверное, будет деприкейтен. И актуальные версии OpenShift и ОКД, они тебе по дефолту в настройках, когда ты его поднимаешь, они тебе сразу прописывают минимальную разрешенную версию ТЛС 1.2. И чтобы перейти на более низкую, тебе нужно явно переконфигурировать этот NGRS-контроллер. Но что обычно, как правило, не делают, потому что ну зачем. Собственно, какие у нас основные проблемы с публикацией, про которую я буду рассказывать сейчас. Значит, первое, это вот про то, что дефолтный профайл, это intermediate, который считает, что ТЛС 1.2 это минимальный уровень, который ты можешь использовать. Вторая история, это то, что ТЛС для работы корректной в принципе в Kubernetes и в OpenShift в частности требует использования SNI-экстеншн, про который я чуть позже скажу. Значит, это значит, что не все клиенты могут подключиться к ластеру. Собственно, про это и рассказывать. Вот, и еще, если я успею, я постараюсь успеть, там есть еще нюансы с балансировкой вот этого ТЛС-трафика, когда ты используешь именно МТЛС, а МТЛС у нас работает только через пастру, так называемый. То есть у тебя ТЛС-трафик пробрасывает внутрь кода приложения, через всю вот эту историю, которую я на предыдущем слайде показывал. Значит, ну и там есть еще несколько моментов, которые я подсвечу, но детально о них рассказывать не буду. Значит, во-первых, ну в четвертой версии ОКД по дефолту только 445 порт. Ты можешь кастомизировать, и я даже там вчера там специально в чате OpenShift'а русскоязычном там в телеге спрашивал у ребят, которые сопровождают эту движуху. Ты можешь кастомизировать порт, для этого тебе нужно создать еще один Ingress Controller и явно сконфигурировать его, значит, ну или пересоздать существующий. То есть явно указать другие порты для ТЛС. И, допустим, ну, как правило, стандартно ОКД его обычно так не делает, потому что каждый раз нужно тебе усложнять администрирование инфраструктуры. У нас подход такой, что мы обычно берем максимально стандартный дистрибутив и стараемся его сильно не томогочить, и тем самым упрощаем затраты на сопровождение. Потому что любой админ, любой классер OpenShift'а или ОКД может просто там залогиниться, и он знает, что там, как он работает, по каким принципам, что там никаких кастомизаций нет. Потому что на наших масштабах просто по-другому дороже получается. Значит, еще один момент, что ты не можешь просто на одном хостнейме, но это в принципе невозможно указать явно разные порты. Допустим, у тебя есть сервис, и по хостнейму с одним портом у него одно приложение, а по хостнейму с другим портом другое приложение, потому что оно тебе не даст просто создать этот роут. Значит, ты не можешь, в принципе, конечно, технически можешь IP-адрес использовать как имя сервиса. И в интерпрайзе довольно часто, и в Рустелике даже бывает такое, люди вместо DNS IP-адреса используют. Ну, допустим, считая, что DNS – это ненадежный инфраструктурный сервис, он может сломаться, и поэтому лучше по IP-адресам ходить. У нас, конечно, сейчас стараются так не делать, но есть такие кейсы. То есть, если приложение ходило по SSL или по HTTPS на какой-то IP-адрес на 443-й порт, то куберно так ходить не сможет. Или оно сможет ходить, но это будет только один-единственный сервис, потому что это будет внешний IP-адрес вот того кластер-лод-балансера, который у тебя опубликован там для внешнего мира, и никто не сможет попасть на него. Вот. Ну и еще один нюанс – это то, что ты, когда TLS-поструй режим используешь, ты не можешь публиковать в сервисы так называемый path-based roads, когда у тебя есть hostname slash put, и у тебя slash web, допустим, это один сервис, slash api – это другой сервис, потому что у тебя TLS-трафик шифрованный целиком до пода, а роутер его не видит. Он как бы не знает, по какому пути отправить приложение, потому что он не видит пути внутри этого трафика. Про это я не буду больше говорить. Дальше, собственно, про какие варианты терминации стандартные есть в ОКД, в его стандартном сетапе. Первый момент – это, ну, самый простой и самый банальный – это перед кластером поставить просто какую-нибудь железку или сахтину, и на ней просто приземлить сертификат. Кто-нибудь знает, что такое TLS-оплоуд? Поднимите руку, кто знает. Расскажу. Значит, TLS-оплоуд – это способ терминации TLS-сессий на каком-то устройстве, которое на себя берет функции установления вот этого тоннеля шифрованного, да, и шифровки, дешифровки вот этого трафика. Это же довольно дорогая с точки зрения учрительных ресурсов операции. И у тебя вот стоит железка, на ней, допустим, звездочка .rt.ru, и сертификатом терминируется трафик, там он расшифровывается, и дальше уже идет нешифрованный внутри твоей закрытой инфраструктуры, уходит в кластер. Это первый способ. Второй способ – это так называемая edge-терминация, когда у тебя в Ingress-контроллере на маршрутах указывается сертификат, ты описываешь сервис, говоришь, вот этот сервис с таким-то хостнеймом использует сертификат такой-то, и тогда вот по второй ветке мы просто расшифровываем трафик на уровне Ingress-контроллера, я напомню, там Haproxia стоит, вот, и, собственно, дальше у тебя уже из контроллера внутрь кластера трафик идет нешифрованный по HTTP, допустим. Третий способ называется re-encrypt, когда у тебя, ну, это модифицированный второй, на самом деле, когда у нас есть терминация сертификатом на входе, где, допустим, звездочка RT.ru, где-то там в кластере дефолтный сертификат прописан, или на конкретном сертификате, там, сервис.RT.ru, а дальше у тебя по каким-то причинам, ну, вот нужно так, между Ingress-контроллером и POD-ом тоже установится шифрованное соединение, потому что POD у себя имеет, допустим, самоподписанный сертификат, и ты не хочешь, чтобы какой-нибудь совсем упоротый чувак мог перехватить трафик внутри кластера где-то. Я такие кейсы редко видел, я думаю, что вообще редко используют, но он есть, технически это возможно. И вот четвертый, про который я еще буду говорить дальше, это, собственно, PAST.ru, это когда у тебя ТЛС целиком прогоняется через эту инфраструктуру сетевую и напрямую попадает в POD, и это единственный возможный технический способ сделать МТЛС нормально, если у тебя в менеджменте сертификатов реализовано приложение. Это как раз вот наш случай, про который, собственно, я рассказывал с ESSD. Значит, что мы сделали сначала, когда затащили приложение, мы, собственно, опубликовали его на хостнейме, да, ну, там, абстрактный хостнейм, веб-сервис, RT.ru, допустим, снаружи повесили на ТЛС оффлот прокси, на некий там балансер железный сертификат звездочка RT.ru, вот, и после него уже в HTTP просто в кластер заходит, и с веб-интерфейсом люди работают. Значит, и API мы опубликовали через механизм номер 4, который я на предыдущей схеме показывал, это, собственно, TLS пост.ru. Вот, значит, он попадает напрямую в вот этот модуль API сервера, там терминируется сертификатом, клиент своим сертификатом подписывает запросы, все нормально, и происходит вот эта аутентификация, в сессии устанавливается, вот, все хорошо, но я говорил про две проблемы. Первая история – это NTLS, и вторая история, вернее, первая история – это минимальная версия ТЛС, и вторая история – это про SNI. Значит, про них сейчас подробно. Как у нас обычный HTTP, нешифрованный, попадает в OCD? Приложение вызывает некий сервис, делается в открытом тексте, ну, там, некий HTTP-запрос, который в себе содержит заголовок хост. Собственно, заголовок там хост – это то имя сервиса, которое ему нужно, чтобы там куда обратиться. Дальше там срабатывает некая магия на сети, DNS-запрос выясняет, где, на каком IP-адресе живет этот сервис, дальше там на уровне TCP-стека идет запрос на этот IP-адрес, на номер порта 80-й и прочая вот эта там история, да. Трафик попадает в OpenShift или в OCD, ну, или в Kubernetes-кластер, там, неважно. В нашем случае у нас есть CLB – это кластер-вод-балансер на входе, который публикует вот этот IP-адрес, который клиент видит как раз. На нем 80-й порт пробрасывается внутрь кластера, внутри кластера роутер вот этот вот содержит запись, в которой написано, что MySystemRT.ru – это у тебя вот этот сервис, а сервис уже ссылается на поды, ну, стандартная абстракция сетевая. Вот, и, собственно, так мы по имени хоста, по заголовку попадаем в конкретное приложение. Теперь про SNI. SNI – это механизм, как раз заменяющий вот этот вот заголовок хост для шифрованного трафика. Его изобрели, когда поняли, что концепция виртуальных серверов, она нужна точно так же для TLS-приложений. И SNI был придуман достаточно давно, по-моему, тоже лет 15 назад, наверное, как экстеншинг с протоколом TLS Handshake, как раз который я там вначале упоминал. Значит, он происходит следующим образом. У тебя на стадии рукопожатия TLS вот этой сессии в открытом тексте прямо передается в составе клиент Hello-сообщения просто строчка под названием server name и название сервера. Это просто FQDN. Без указания, номера порта, без ничего. Просто там, вот, я хочу на такой сервер. Для версии TLS 1.0 и 1.3 – это открытый текст. В 1.3 еще добавили возможность шифровать эту строчку, чтобы она была не открытым текстом, а вшифрованным. И так называемый Encrypted SNI, да? Вот. Ну и важный момент, что это должно поддерживаться и клиентам, и серверам. Значит, ну и вот как это работает в нашем случае. У нас приложение вызывает HTTPS слэш там, там, myAPI RT.ru, допустим, какой-то путь. Точно так же формируется HTTP-запрос. В нем тоже есть заголовок хост, но поскольку это все шифруется, то это упаковывается немножко в другую абстракцию. Происходит точно так же DNS-запрос на поиск этого IP-адреса. Дальше происходит стадия рукопожатия. Вот этот вот заголовок TLS Handshake передается на IP-адрес вот этого сервера, который DNS найден, допустим, на стандартный 443-порт. Это все попадает в кластер. В кластере точно так же есть OCD Road, который, в котором написано, что вот этот сервис myAPI RT.ru, он ссылается на какое-то приложение. И дальше, как я говорил, вот несколько схем терминации ТLS-а могут быть. Первый способ терминации – это вот здесь, вот здесь. На Ingress Controller ты можешь вот здесь прописать сертификат. И дальше у тебя, ну, не шифрованный трафик. Второй способ – это вот здесь, когда у тебя MuteLTLS пробрасывается внутрь пода, и в обоих случаях у тебя происходит попадание приложения внутрь конкретного пода. Ну, важный момент – вот этот SNI. Значит, ну и с чем мы столкнулись? У нас некоторые приложения в окружении интеграционном, которое с этим сервисом работает, они, ну, не умеют. Вот. Что с этим делать? С этим надо как-то жить. Значит, какие есть обходные пути, как заставить такое приложение все-таки в кластер обратиться и с этим сервисом работать? Значит, первый способ, самый простой – это ничего не менять, а клиенту просто дать возможность подменить как бы себя и от имени клиента старого притихти в кластер по современному протоколу, поддерживающему нужную версию ТLS-а, либо вот это SNI Extension. То есть вот это приложение там, вот в правой части, оно не умеет, либо то, либо другое, либо и то, и другое сразу. Старая библиотека, допустим, какая-нибудь. Ты перед ним просто Nginx ставишь, и все. И приложение не к тебе ходит, а в Nginx. А Nginx уже в твой кластер ходит с нужным сертификатом, подписывает запросы, и он уже умеет все, что тебе нужно. И ты тем самым как бы подменяешь клиентское приложение, а оно где-то у себя внутри закрытого контура общается с каким-то там агентом. Или это может быть какой-нибудь там скрипт, допустим, или это может быть агент написанный. Ну, неважно. Важно то, что ты все проблемы с несовременной поддержкой протоколов ты на стороне клиента оставляешь, и как бы это его главная боль. Это первый подход. Второй подход – это использовать ноды порт. Это абстракция, известная всем администраторам Кубернетиса. И, собственно, он представляет, ну, там более низкоуровневые детали, я не буду рассказывать, как оно работает, но, в общем, это механизм, позволяющий, по сути, обойти вот эту вот историю с маршрутизацией, с Nginx контроллерами и с прочими делами. У тебя появляется открытый порт, на который ты попадаешь, допустим, через тот же CLB, через Cluster Load Balancer. Тебе нужно, понятно, его переопубликовать на внешнем IP-адресе, чтобы он был доступен. На этот порт приложения садится и просто его слушает. И ты можешь на этом порту, допустим, версию TLS снизить, потому что у тебя напрямую трафик приложения попадает, у тебя там есть там катка, на котором просто ты принудительно там версию TLS снизил. Или, допустим, у тебя один там кат ходит вот так и поддерживает новый трафик, а второй там кат на другом порту слушает другую версию TLS. Либо второй, третий способ, ну он почти аналогичный, это external API, когда у тебя кроме порта еще появляется возможность в обход вот этого Cluster Load Balancer, который является внешним IP-адресом там кластера, ты просто еще один IP-адрес используешь, понятно, он должен там маршрутизироваться, там через firewall каким-то образом быть доступен, и ты на IP-адрес плюс порт сажаешь таким же образом, просто там другую версию, более низкую. Вот, это механизмы, которые как раз мы начали использовать. Ну, сразу вопрос, почему нельзя просто клиентское ПО обновить? Картинка, как у ребят из предыдущего доклада, из точки, она очень хорошая, поэтому я тоже использовал. Значит, почему нельзя? Потому что мы Enterprise, и в Enterprise все непросто. Вот, дальше можно даже не слушать, но немножко расскажу. Значит, первый момент, ну, ты не можешь просто взять все, вот сказать, сегодня TLS 1.2, все, кто не поддерживает, вообще идите нафиг, вот, потому что это может быть огромная розничная сеть, в которой там несколько сотен точек, допустим, это твой крупный дилер, и ты ему говоришь, все, там, завтра я переключаюсь на кубернацию, и ты иди нафиг. У тебя продажи падают, бизнес не поймет. Значит, второй момент, это то, что даже если твой контрагент вот с этой сотней розничных точек готов это перенастроить, ему на это надо время. Вот, потому что, допустим, вот там какая-нибудь старая 1С, когда у ребят, у них все было хорошо, они к тебе 10 лет ходили, и тут ты решил что-то поменять, а у них старый .NET преймворк, там, какой-нибудь 4.5, и он не поддерживает, в принципе, новые версии TLS. Вот, им нужно дать возможность сначала обновить библиотеку, откатать какие-то варианты, там, его деплоя на всю свою инфраструктуру, протестировать, что у них все корректно работает, возможно, им для того, чтобы обновить библиотеку, нужно обновить операционную систему, там, .NET какой-нибудь, еще что-нибудь, или, ну, какие-то вещи сделать, им на это нужно, условно, месяц, потому что у них есть бэклог задач, и они просто так не побегут делать, потому что им нужно задачу в очередь поставить. Вот, нужно дать время. Значит, а иногда Legacy, в принципе, не умеет обновляться, вот там, купил SAP 12 лет назад, контракт на техподдержку у тебя закончился 6 лет назад, и ты не обновляешь, в принципе, его, ты не можешь апдейт на него поставить, потому что у SAP, чтобы скачать апдейт, нужно иметь доступ, ну, там, на FTP-сервер, закрытый логином-паролем, который доступен только тем, около контракт на техподдержку продленный. Или, допустим, Aracla 10, да, на ней вот эта библиотека, пакет UTL-HTP, который используется для того, чтобы из Aracla пакетов запросы делать, она в 10-й Aracla не умеет ничего, кроме TLS 1.0. Все, приплыли. Вот, значит, поэтому итоговая схема у нас была такая, и она, в принципе, сейчас такая, но мы ее скоро разберем. Разберем почему, потому что она временная, то есть у нас первая основная тема, это то, что я показывал, это вот оффлот прокси стандартный для веб-морды и МТЛС через вот этот вот TLS-постру, это все нормально работает. Значит, и второй механизм, вернее, еще два механизма, это вот этот прокси Nginx, который используется теми клиентами, которые, в принципе, не могут обновиться, и они у себя его просто подняли. И второй механизм, это Node-Board, который мы вынуждены были опубликовать, в том числе выставить в интернет, да, и закрыть его фаерволом, и сказать, ребят, вот конкретно для вас, с ваших IP-адресов вы ходите на Node-Board. Остальные ходят по стандартному пути, который уже новый. Вот. И мы им дали там тайм-аут, условно, 3 месяца, и сказали, вот через 3 месяца мы этот механизм выключим. Вот. И у них есть время, чтобы подготовиться, провести тесты и так далее. Про это все, теперь еще буквально пару минут про балансировку. Это та вторая часть истории, она очень короткая. Значит, в OpenShift и в ОКД стандартным механизмом балансировки для всего трафика, который HTP-шный, является ListCon. Это, ну, такой раунд-дробин, но с учетом того, сколько запросов обрабатывает тот или иной под, и, допустим, количество запросов в сессии открытых в другом поде больше, то, собственно, тогда балансировка идет не раунд-дробином, а, ну, старается как-то их равномерно. Вот. Но для конкретно TLS-постру трафика, который прогоняется внутрь подов, используется механизм балансировки на уровне TCP, а не HTTP протокола, и он другой по дефолту. И мы про это узнали только, когда запустились. Мы просто, в принципе, даже не знали, что эта настройка там есть. Вот. И увидели на графике вот когда... То есть это реальный график, я его из чатика просто взял, когда проблема вылезла. У нас, когда загрузочный тест пошел, нагрузочный тест, мы увидели, что трафик обрабатывается только одним подом, потому что он идет только с одного IP-адреса. Вот. И эта стратегия балансировки в данном случае используется по source IP-адресу. И мы такие, так, стоп, подождите, почему? Ну, полезли в дебри, начали доки читать, поняли, что вот так. Ну, и, собственно, после этого узнали, что можно эти дефолтсы посмотреть, вот пример команды, потом презентацию можно будет скачать, если там, ну, или документации посмотреть. То есть мы полезли, посмотрели, какие дефолтные настройки, потом почитали, ну, и узнали, что стратегию балансировки можно накласть или не перенастраивать, а для конкретных маршрутов, роутов вот этих вот, можно явно задать при помощи вот этой аннотации. И она, собственно, тут приведена, то есть можно задать round-robin для конкретного маршрута, либо там list.con, либо sources тебе нужно. И когда мы это сделали, Саш, не помнишь, там round-robin или list.con мы в итоге сделали? List.con. Ну, в общем, задали list.con, да, и у нас более-менее равномерно стало вырабатываться трафик всеми тремя подами вот этого приложения, которое, собственно, там было. То есть это все реальные скриншоты, прямо вот до и после. Средства диагностики очень простые, как с этим там жить, когда у тебя начинаются проблемы, где смотреть, что как. Ну, первое, это OpenSSL, то есть ты начинаешь дергать приложение, используя различные опции OpenSSL, в том числе там есть возможность подебажить вот этот вот extension SNI через вот эти опции TLS, Xdebug. Можешь явно задать имя сервера, то есть вот серверный MyService.RT.RU, это, собственно, SNI extension, в явном виде переданный на IP-адресы плюс порт. Вот. Либо там еще какие-то вещи. Допустим, явно можешь задать версию TLS. Примерно то же самое, но чуть на более верхнем уровне. Можно сделать через Curl, то есть ты можешь явно задать DNS Resolve, для какого, то есть не используя DNS, явно задать на какой IP-адрес, с каким хостнеймом мы идем, указать явно версию TLS, и посмотреть, допустим, TLS 1.1, не понятно, что тебе отдается, а TLS 1.2 у тебя отдается, ну, нормальный какой-то сервис. Вот. И ты делаешь выводы соответствующие. Ну, понятно, если совсем все плохо, и тебе нужно еще низкого уровняного спуститься, то у тебя есть TCP-дамп, там, и его аналоги, и какие-то вещи можно просто посмотреть, в том числе, допустим, вызывает ли твое приложение, использовать ли оно SNI extension, если он не шифрованный, то ты его просто в открытом тексте увидишь, когда начнешь TCP-дампом трафик смотреть. Вот. Потому что Handshake, как я уже говорил, он не шифрованный у TLS, в большинстве случаев. Ну, дальше на уровне прикладном уже Postman и прочее, чтобы разные там тесты дергать. Допустим, Postman неудобно подложить клиентский сертификат и эмулировать запросы от приложения. Вот. G-Meter для того, чтобы балансировку проверить нагрузочным тестом. Ну, и дальше у нас, понятно, нужны нам для того, чтобы это все смотреть, инструменты логирования, там, графики загрузки и прочее. Немножко организационных заметок, поскольку я Project все-таки, да, не админ, не DevOps, я Project и руководитель. Когда ты начинаешь делать такие проекты, ты очень быстро понимаешь, что никто ничего не понимает. То есть ты вынужден, я прошу прощения, что говорю ты постоянно, ну, я прежде всего как бы себе, да, говорю ты. Значит, ты вынужден принять тот факт, что никто, даже инженеры, часто не понимают, как это работает, потому что, ну, у инженеров огромное количество задач, они не всегда погружены в детали, конкретные там, специфики. Они, скорее всего, если ты там дашь им направление, они пойдут и почитают. Но для того, чтобы дать им направление, нужно, ну, немножко представлять механизм работы, постараться в нем разобраться и объяснить другим доступно. Ну, хотя бы, парни, вот эта штука, S&I, она вот нужна для того-то, вот тут можно почитать, теперь вам понятно, о, понятно, а мы, ну, не знали. Окей. Вот. Для контрагентов, когда вот такие большие проекты, где ты что-то меняешь, и это сильно аффектит на особенности вот технической реализации, ну, допустим, когда поднимаешь, изменяешь протоколы прикладные, или у тебя какие-то протоколы, деприкейтят, используемые там клиентами, и ты от них избавляешься, допустим, какие-то шифры меняешь, или что-то еще, нужно всегда подготовить объяснение, зачем, почему ты это делаешь. Вот. И объяснить, что, допустим, вот в нашем стандартном сетапе по-другому не будет работать. Вот. Если будет работать, то вот вам, пожалуйста, примеры конфигов и обходные решения. Для этого нужно их подготовить и постараться дать людям возможность не просто типа мы не сможем, а ты им говоришь, у вас есть варианты, вы можете выбрать вот этот вариант, вот пример конфига NGINX, как к нам подключиться, если вы не сможете сразу. А вот примеры там, какие-нибудь там команд, чтобы подергать, чтобы посмотреть, что у вас это заработает или не заработает. И тогда, ну, можно сэкономить несколько недель времени на переписку и объяснение, почему у ребят не залетело, потому что ребята вообще в другом городе сидят, в другой компании работают. Вот. Ну и, собственно, когда такие проекты делаются, нужно всегда иметь две схемы, новую и старую, дать возможность людям опробовать новую, не получится попробовать по старой схеме либо по обходной схеме работать с тобой, договориться о дедлайнах, приемлемых для бизнеса, для админов, для безопасников, для всех. И вот это все собрать, консенсус, сказать, парни, там, 5 мая выключаем, и если вы до 5 мая не переключите, тогда, извините, мы с вами договорились, вот протокол договоренности. Нужно всегда дружить с админами. Вот. Мне за это там на внутреннем метапе поставили кучу плюсиков. Это очень просто. Если у тебя есть горизонтальные социальные связи с людьми, которые на низком уровне с железом, и с серверами, там, с кластерами работают, и ты с ними ни через начальников, ни через заявки общаешься, а в чатике, в телеграме, вот, хотя бы раз с ними лично встречался, обменялся с контактами, то когда у тебя ничего не взлетает, ты можешь человеку в телегу написать и сказать, Вася, ты можешь вот быстренько порт посмотреть, там, открыть, не открыть, и он не будет тебе в почту там, заявки какие-то в джире заставлять делать, потому что он, ну, три минуты времени он посмотрел и тебе сказал, закрыто, и делай заявку, я без заявки не открою, но ты хотя бы понимаешь, куда идти, и там, и прочее. Вот, ну, и нужно всегда закладывать время на тесты переключения и давать людям возможность проверить вот эти все вещи и позадавать тебе вопросы. Запаситесь терпением. Спасибо. Вопросы. Спасибо, Руслан. Вопрос такой по поводу вот этого отключения все-таки старых клиентов. Контролируете ли вы трафик, который приходит от этих клиентов? Потому что даже если вы скажете всем 5 мая там еще куда-нибудь все отключаете, понятно, можно поесть такого корпоративного гуано, даже со всеми софиксированными протоколами. Да, собственно, я поэтому инструменты мониторинга там упомянул, для того, чтобы знать, приходит ли клиент вообще на тот трафик или нет, то у тебя есть график в графане, и ты видишь, приходит ли, допустим, на этот порт приложения, ну, и логи, и по логам можно посмотреть. И, естественно, перед тем, как выключать совсем последний раз последнее китайское предупреждение, надо все-таки убедиться, что у тебя действительно на этот порт больше никто не ходит. Вот, и только тогда убить убили. Да, для этого нужен инструментарий. То есть, вот эти все вещи, в том числе в момент переключения тоже нужно спланировать и понять, как проконтролировать момент, что этим сервисом больше никто не пользуется. Еще вопросик. Да, спасибо за доклад. У меня есть немножечко подлингкий вопрос по поводу сервис с External IP. Вы его не заиспользовали, мы рассказали про него, и вот интересно, не использовали, потому что сложно поднять и сопровождать, или потому что вы приняли тот факт, что через Node-Port сильно удобнее, проще контролировать поток трафика? Да, спасибо за вопрос. Ну, External IP чем сложно? Тем, что тебе нужно маршрутизировать в сторону кластера какой-нибудь набор IP-адресов. Мы так не делаем, у нас сетевая политика такова, что ты публикуешь кластер в закрытом сегменте, и у тебя минимальное количество дырочек в этот сегмент. В нашем случае это кластер load balancer, и по-другому туда попасть нельзя. Когда, ну, то есть, технически мы можем договориться с админами, сказать, нам нужно больше смартизировать, или всю всю сеть целиком и вообще открыть просто на каждой ноде IP-адреса и там не использовать кластер load balancer и так далее. Мы так не делаем, потому что это сложнее адменить, это сложнее с точки зрения безопасности. Мы даже и ноды порт очень сильно не хотели открывать, и мы его открыли только тогда, когда поняли, что других способов там обходных решений нет, и мы, скрипя сердце, на кластер load balancer и тогда открыли порт, и я всем потом ходил и рассказывал, ребята, это вообще не секьюрно, и это плохо, и если мы про него забудем, какой-нибудь там чувак через полгода откроет на этом ноду порту повисит какой-то другой сервис, который очень хорошо знает эту схему, да, допустим, бывший разработчик этой системы ушел в другую команду, при этом он знает, что порт есть, его можно заюзать и так далее. Ну, то есть, куча, но, и поэтому вот эти все истории с ноды порт, external IP, в нашем случае это, ну, не очень хорошая история, мы стараемся так не делать. спасибо за вопрос. Есть еще вопрос? Спасибо за доклад. Вопрос не по докладу, но трудно удержаться и не задать его человеку из Ростелекома. Вопрос про RedHUD, который ушел и OpenShift не продается, и, я так понимаю, у вас сейчас УКД, ну, не страшно ли, что УКД пропадет? Есть ли какие-то такие опасения и какие-то планы на случай, если УКД ушел? Да, я к этому вопросу даже готовился. Значит, первый поинт, OpenShift действительно в Ростелекоме очень активно использовался и, в принципе, сейчас продолжает использоваться, с тем, только со скидкой на то, что RedHUD просто нам заблокировал доступ в личный кабинет и, понятно, там все квестера, которые у них зарегистрированы, они выпали из стандартной вот этой официальной поддержки, то есть мы кейсы не можем открывать и прочее. Но, к счастью, OpenShift'а именно вот RedHUD у нас немного. И у нас есть команда ребят, которая очень активно продвигает, ну, я и в эту команду, собственно, вхожу, очень активно продвигает ОКД, исходя из принципа, что ОКД это OpenSource. Да, есть риски, что этот OpenSource по каким-то причинам перестанет быть нам доступен тоже. Мы обсуждали варианты, что с этим делать. насерьез обсуждали варианты сделать свой форк ОКД и собрать команду, которая будет развивать ОКД. Поняли примерно, сколько это будет стоить, но пока не пошли в эту историю еще. Вот, ну, то есть, условно, берешь форк ОКД, регистрируешь его как российский дистрибутив ОКД, ну, там, Лину, вернее, Кубернетция, и продолжаешь его под своим брендом там развивать, да, периодически из-за стрима дергая там какие-то свежие вещи. Потом мы еще предлагали варианты сделать это же самое коллегам из компании Redos, если кто знает, Ростелекомочная активность Redos работает. Они сказали, мы подумаем. Потом есть еще российский дистрибутив, активно сейчас развивается, Deckhouse называется, его компания Plant, собственно, поддерживает. Туда посмотрели, вот так же, так же тоже, вот как-то немножечко прищурились, посмотрели, и пока, ну, в общем, мы думаем, что с этим дальше делать, пока решили, что УКД для нас нормально, и мы практически не используем проприетарных Redhat'овских каких-то штук, которые есть только в OpenShift'е, мы стараемся их не применять, именно исходя из того подхода, что OpenSource это наше все, и по возможности не юзать ничего, тем более сейчас, что каким-то образом нас подсаживают на вендоров, даже российских, но, ну, с российскими проще, но все-таки OpenSource. Спасибо. Если вопросов больше нет, то огромное спасибо всем, кто был. Приходите к нам на сайте, может быть, что-нибудь интересное найдете в тележке, меня можно найти, и если есть еще вопросы личного характера, то я доступен в кулуарах. Спасибо. Спасибо.